Нет, давайте я сначала расскажу про ту самую странную, самый странный сон, короче, типа я летел на улице, да, и тут хоп, резко смотрю, и я телепортируюсь прям моментально в столовую, и опять сверну я тот самый страшный сон. Типа, как бы люди все убежали, да, и свет горит, а было темно, то есть свет горел, и тут хопа, я подбегаю к выходу, ну то есть знаете, где вот зал, да, и вот типа вот там, где вот это вот самое, то есть там выход, и там вот почти еще надо маленько пройти, чтобы это, там вот между вот это, между выходом, как бы, и между это, туалетом и так далее. Ну бабушка знает, бабушка, что понимает. Ну вот, и я такой только, почти до выхода добежал, как свет выключился, я такой, ну нафиг, я такой, не знаю, откуда-то у меня коробка взялась, то есть свет выключился, я такой, и начал прянуться под коробкой. Как бы, я очень боялся. Ну, там какая-то тетка сказала, что-то любишь прянуться, я такой, я забыл, что там, в самом деле, там было. Вот, много раз мне снилось столово, и всяких разных моментах, я как-то, я помню даже, мне как-то снился сон, типа я сижу в этой самой, вы знаете, где вот, в кухне, ну нет, да, рядом с кухней, вот только вот там будут, чуть-чуть пройти вперед, да, и вот они вот раздают эти вот приводы всякие. Вот там вот я сидел, где вот, в частности, даже ближе к этому, ближе к компотам и чаю, вот где вот плитка у них там стоит, вот. То есть там вот рядом с окном, а напротив окна, короче, я стоял, под окном, вот так вот правильно сказать. Сижу такой, сижу, и я чувствую, что вот напротив выхода, служебного выхода там Джайсон стоит, а напротив выхода этого самого, кто он? Ну, для посетителей, для тех, кто захочет покушать там, там стоит Майкл Майерс, то есть манеки, два манеки стоят, и я такой, блин, нафиг, почему у меня, у меня в ушах просто натуральным образом паника. Ну, то есть не в ушах, а, ну, я не знаю, ну, я такой, ничего не произошло, я просто проснулся и все. Бывает, что можешь сон преодолеть, а бывает, твой мозг тебе специально подсирает, то есть ты пытаешься об этом не думать, но он, бывает спасает, бывает и не спасает, бывает и вообще думаешь, что это сон, который, как бы, такой сон, в котором проснуться нереально. Ну, то есть, как бы, самому не проснешься, то есть тебя его убьют, либо, не знаю, еще что-то, либо просто, либо ты в реальности от тебя что-то проснешься, то есть там, кто-то пошумел, или от будильника, там, или еще что-то, вот. Ну, я не знаю, у меня такие сны были, но я такой, ну, нормально, ладно, круче, еще постановлю вам, что у меня, ну, короче, сон мне приснился, один раз, такой вот, что, типа, я убегаю от какого-то маньяка, может, не от маньяка, ну, вот. И вот, ну, как бы, бежать-то надо было, я не знаю, куда вообще, но я такой, бежал прямо через служебный выход. А, вспомнил, а, нет, нет, я вам расскажу, нет, я вам расскажу этот сон, короче, не важно, проехали. Ну, сейчас говорю, он тот сон, который, наоборот, меня как-то, это, подставил, не знаю, короче, сон, в котором была куча людей, была куча людей. Как бы, во сне можно, как бы, не болеться, то есть, ты, это сон, ты не умрешь, но иногда даже сложно отличить сон от реальности, вот, реально. То есть, ты сидишь, и даже похер на то, что ты летаешь, реально, то есть, реально, я не удивляюсь, нисколько, что во сне я летаю, то есть, я такой, ну, подумаешь, ну, может быть, я это самое, просто, вообще не знаю. Не удивляться тому, что ты летаешь, то есть, не подумать о том, что это сон, то, что реально тебя летит, то есть, летишь, если только не изведут какого-то джетпака, и что-то того, короче, необычно, это, не в этом-то суть, суть-то дело в том, что я обычно же, больше всего, я убегал именно из служебного выхода. То есть, смотрите, была какая-то группа, опять-таки, непонятных каких людей, и мы, как бы, хотели обмануть, там было трое этих охранников или не охранников, короче, каких-то убийц, а мы были как рабы, и, как бы, мы такие хотели незаметно убежать, то есть, пока одни разговаривали с теми, кто впереди был, вот перед служебным ходом, мы по-тихому хотели свалить сзади. И тут хопа, один из этих... мужиков заметил то, что кто-то хотел... И все, и нас всех повели на казнь, типа того. И, типа, там надо поторапливаться, я, короче, взял какую-то девушку за руку, и все. И вот такой какой-то чувак, который, по-видимому, был этим главным, он такой, типа, идите, давайте, мы побежали, и я проснулся на самом интересном месте. Там было рядом с ним вроде двое, и вроде как они были с автоматами, но я такой, блин, я, вот, понимаете, реально, не надо бояться ничего во сне, а вот реальности надо бояться, да, серьезно, потому что реальности... Понимаете, сон, это ваш сборник всяких ваших мыслей, и поэтому, как бы, если вы чего-то боитесь, то вы должны, наоборот, повытаться при слезах, и направить сон в свою сторону, то есть, чтобы вам было хорошо. И поэтому, вот, смотрите, сон приснился, то есть, я продолжаю этот же момент, то есть, я мог бы вмазать этому чуваку, и, как бы, по идее, на меня они должны злиться, то есть, потому что, смотрите, если я подумал о том, чтобы они не злились на меня, они бы не злились на меня. И поэтому, вообще, я могу подумать, чтобы мы просто, ну... Вообще, можно врагов сделать своими друзьями, или наоборот. То есть, при этом, кто... Твой друг, ты просто, сука, дурнень, с ним дружить, потому что, блин, он же твой друг, а он бьет, тебя убивают. Такая вот подстава. Ну, ладно. Чуть-то я на столовой что-то заговорился, короче, ладно, расскажу вам, короче, про тот сон, который мне приснился, а где? Приснился мне, он сделал, естественно, на мухе. И вот, короче, это было даже не прямо где. Это было в какой-то, не знаю, ну, короче, где-то это было, в каком-то помещении, в каком-то большом помещении, похожем на какой-то магазин. Вот. Я, короче, такой смотрю, Женька, мой брат, и мы, как бы, с ним разговариваем о том, о сём. Я думал, что это реальность, реальность, я думал, что это реальность. Так вот, я смотрю, он что-то делает, какую-то хрень. Я просто помню, у меня это, он мне показывал, что, типа, он что-то с компьютером делает, и поэтому, чтобы, и, играть нормально ему, он что-то там, он что-то там мастерил в себе, вот, во сне у меня. Я такой говорю с ним, типа, чувак, ты когда ко мне придёшь уже, типа, это, он такой, да блин, мне интернет надо сделать, и я осознаю то, что интернет у него уже есть, давно уже был интернет. Ну, то есть, я осознаю это тогда, когда проснулся, естественно. Вот. И последнее время только так и получается, осознаю только тогда, когда уже просыпаешься. Так вот. Всё прикольно. Он такой говорит мне, давай-ка мы с тобой будем играть через интернет. Я такой, этот, чувак, короче, этот, я, конечно, не помню ещё, но точно сказал, потому что уже давно это было. Я помню, который сон, который тот до этого. Вот. Давай, короче, это, типа, мы больше не будем с тобой это. Кручей, забыл, что я там сказал, неважно, можно об этом даже не вспоминать. Так вот, что, значит, ещё-то? Какой момент был? А я такой говорю ему, типа, нет, нет, я уже всё, это уже всё, может, забыли про тот. Моя такой частоту, какие-то эти, какие-то там люди ещё, типа, ты как, знаете, вот, в некоторых этих рекламах там, поезд для похудания, ну, он такой, знаете, типа, типа, вот, машина такая, да, и к ней какая-то вот эта вот лента подцепляется, которая вот по вашему жирному животу, если вы, конечно, жирный, проводите. И всё. Вот. Я такой смотрю, батя чё-то говорит мне там, типа, пойдём, типа, типа, иди, короче, какой-то адрес он мне назвал, я такой, ааа, и всё. И проснулся. Я думал, что я проснулся. И вот, вы знаете, мне вот в голове промелькнуло во сне прям, как будто бы я это видел. Как будто бы была вот эта вот, то есть, на потолке, вот в этом помещении, это была как бы больница, уже, понимаете, у меня вот больница, во сне, это вообще, это вообще, это страшно, вообще просто сны. Вообще, боже, лучше, это кошмар. Кошмар, реально. Да, я сейчас, вот реально, вот сейчас вспомнил один сон, я, короче, сейчас вам, сейчас расскажу его, чтобы потом не забыть. Потому что бывает, и когда я рассказываю что-то, а бывает, отвлекусь, и забываю это рассказать. И потом, вспоминаю там, через несколько, через некоторое время, когда уже, я уже давно это рассказывал, слушайте, у меня вот в голове промелькнул стрепселс, почему-то, я не знаю почему, и вот, типа, как будто бы я держал в руке, когда-то, во сне у себя, какую-то карту, что ли, вот, а на потолке было нарисовано какое-то вот за это, вот, я вот смотрю, у меня со зрением что-то не то, то есть, понимаете, как бы, что-то угловатое, как будто бы, знаете, вот, все на правый глаз уходит, а с левого, как-то, знаете, вот, как будто бы, как будто бы, блин, я не знаю даже как, ну, как будто бы сон, как будто снимается с тебя, ну, вот, и тут я слышу вот этот вот звук, реально, вот этот вот, как будто лопнул мыльный пузырь, так вот, я на полном серьезно думал, что я проснулся, то есть, знаете, вот бывает, что, как будто ты спишь, и ты видишь реально сон, как будто бы он как реальность, но, бывает, что ты видишь, просто ты даже не спишь, ты просто закрытыми глазами в темноте видишь какие-то изображения, ну, поэтому это не сон, это еще не сон, то есть, ты можешь спокойно открыть глаза, там, посмотреть куда-нибудь, не знаю, по комнате, если она у тебя еще не совсем уж и förfine, вот, так мне показалось, что я как бы проснулся, и поэтому я вижу все это изображение у всех в голове, так вот, если бы это было так, я бы мог спокойно открыть глаза и ничего не бояться, видеть свою комнату, как всегда. Так вот, смотрю, и я в больнице. То есть все на меня врачи как-то с таким вот лицом, как будто бы они меня на органы хотят раздавать, и все. Вот. И я такой. Пытаюсь сбежать от них. Но при этом они, у них взгляд такой, но ничего такого они не хотят. И поэтому я все было в туманности. То есть, знаете, все такая легкость и все тишина. То есть я ничего не слышал. Это просто, еще знаете, такое затемнение. Я как говорил, как будто это не ваш сон, это просто ваши мысли. То есть просто какие-то изображения, которые в темнате можно увидеть, как я говорил. Вот. И тут. Я такой думаю, все, я сейчас проснулся, и все. И я такой смотрю, я думаю, что я проснулся. Реально, вот сейчас реально я точно думаю, что я проснулся. И я смотрю, у меня правая рука, она вся в йоге. Не в меде, а в йоде, ну то есть как зеленка. Я такой придумаю, мне что-то с рукой сделали, я проснулся. Я такой захлупил, блин, как же это, блин, страшно было. Ну, бывает. Так вот, сейчас, значит, я вам расскажу сны, которые были связаны с больницей. Но, но, этих слов было очень мало. В основном, опять-таки, как я и говорил, меня усыпляли, разбирали на органы, это я так думаю. Но, понимаете, когда вы просыпаетесь, это же все испаряется. То есть сны, это не какие-то альтернативные варианты, не время никакого, это просто ваши мысли. То есть ничего с вами там не произошло, просто я реально думается, я реально всегда думал, что когда я просыпаюсь, что там вот, где это самое, вообще забейте, ладно. Так вот, значит, один сон мне приснился, тоже, блин, на ножке, но, но, я не знаю, что я там играл, то есть, как будто бы я попал в игру какую-то. Военная игра, и, короче, там я, это самое, пытался лечиться, как-то что-то. Я помню Самида, ну, его Самида, и он был вроде Сталина, а я вроде какого-то такого чувака, вроде как его помощника там. Нет, я вроде его напарника, не знаю. Так вот, я что-то там ходил туда-сюда, там какая-то музыка была странная, какая-то медсестра, которая хотела меня всякая разная, либо только я был здоров. Как-то чуть-чуть даже строго ко мне относилось, но это ничего. Я вообще смутно помню на самом деле. Только помню, что мне надо было самому себе как-то зуб вырвать. Совершенно! Вот, понимаете, бывает во сне вообще логика, бывает вообще напрочь отсутствует, и ты можешь сделать то, что Венеси, блядь, ты сделал. То есть, как бы, Венеси, это даже вряд ли бы сработало. То есть, допустим, я помню, я один раз во сне пытался включить свет при помощи, вот сказать, какое-то число. Но, во-первых, свет нафиг не нужно включать, если ты и так видишь в темноте отлично. То есть, реально бывает, что я вот, дверь закрыта, или не закрыта, там, допустим, во сне, как бы темно, но ты видишь, тем не менее, ты видишь, и ты все как нормально. И ты думаешь, ты пытаешься включить свет. Но зачем тебе включать свет, если ты и так все видишь? Логика. И вот, значит, мне приснился сон, значит, дальше я вам рассказываю этот сон. Да, я вот это вот. Значит, я дальше, я вижу, как бы, она заходит в какую-то кабинку, то есть, там какая-то, опять-таки, та же музыка какая-то играет, я уже не помню, какая-то там. Вот, она как-то что-то пытается делать, и вот это вот аналог того, как я должен сам себе вырвать зуб. И при чем тут зуб спрашивается? Может быть, там что-то соугольное назвать, или с ногой, меня типа ранили, я не знаю, короче, и вот, я такая спрашиваю, да это, короче, вещество такое, которое красного цвета, и это, там, что-то там еще, какие-то, это, я такой сказал, это кровь. И при этом у меня перед глазами какая-то вот эта вот штука, и реально какая-то как будто бы артерия, и там кровь растеклась, и все. Я такой, не проснулся еще. Я смотрю, какая-то еще другая девчонка, она там тигра в клетку запустила, и тоже с такой же музыкой. Я такой, а! И смотрю, мы как будто бы в книге даже находимся. Я вообще проснулся, и, ой, чуваки, я не знаю вообще, мне реально бывают такие тупые сны снятся, и поэтому я думаю, что из них выбраться вообще никак нереально самостоятельно. То есть, ты должен реально дождаться их конца. И иногда тебе кажется, что сны идут целый, целый их 7 часов. Один сон длится 7 часов. Просто ты засыпаешь, и бывает даже сон во сне такой, это ты не прич. Как это? Ты когда успел заснуть? Пано. Почти, я расскажу, что он, который я вам сейчас хотел рассказать. Почти, а, нет, давайте я что-то расскажу. Я не помню, когда он точно приснился. Он почему-то приснился? А-а-а! Почти, он приснился, наверное, мне тоже, на мухе. Вот, вообще, смотрите. Смотрите, я осознавал тогда, что это сон. Но при этом я видел пацана, который учился в девятке, но при этом я думал, что он еще учился в сорок... эээ... нет, в тертоне. Вот. Я смотрю, он в магазине торгует всякими разными играми. Там, всякие Тетрисы. Вот я вот реально, и только из-за Тетриса, почему-то, я не знаю. Во-первых, у меня не было денег. То есть, смысл мне было просить у него адрес. Во-первых, у меня не было денег. А, во-вторых, даже если бы он мне сказал адрес, то он бы, что-то, пробалаболил бы на отвали, и все. Мог бы сказать Мухачева там, какой-то там, и все. Я такой спрашиваю, чувак, какой адрес, какой адрес. Он такой, молчить, ничего не говорит. Такой, давай, короче, пошли, выйдем, поговорим. Вы, конечно, думаете, что он, типа, хочет со мной подраться, там, будет заезать меня, на хрен там. О-о-о, я такой, я такой смотрю, у меня вроде как бы нормальная одежда такая, олимпийка и все такое прочее. И мы выходим, у меня рубашка откуда-то взялась. Бываешь, что ты одеваешься во сне, бываешь, что даже женскую одежду одеваешься. Но это отдельный разговор, который даже я для самого времени буду рассказывать, потому что я уже должен забыть. Так вот, значит, смотрите. Мы выходим. Как бы, был снег. Мелкий такой. И, понимаете, во сне бывает, что ты либо слишком жарко тебе, либо слишком холодно. Но, то есть, не слишком вот так слегка. Я не понимаю, что в этом моменте происходит. Либо у меня мозг так делает, у меня ощущение, либо реально что-то во сне происходит, то есть, в реальности. То есть, типа, тебя чуть-чуть подмораживает, ну, чуть-чуть холодит у тебя тело. Ну, не в этом суть. Суть-то в том, что я такой говорю, ему, давай говори, что ты там хотел мне сказать. Он такой молчит. Как разло, молчит. Вот, ты ждешь, когда он что-то скажет. А ты такой смотришь на асфальт и просыпаешься. То есть, он тебе не сказал, во-первых, какой адрес, хотя и прочее насрать. Так вот, ладно, все. Я проснулся, все, забейте на этот сон. Дальше, что еще наплеснилось. Короче, типа, я был где? Я был в этом самом... Вот, сейчас вот, сон был. То есть, сейчас, ну, еще раньше того сна, который был там вот. А, я был в Саунишне. Да, я был в Саунишне. Вот. И типа, я был у бабы Наташи, естественно. Это как всегда. Но, как, как произошло вообще? У меня бывает иногда, вот, я сейчас вам расскажу еще сон. Короче, который мне до этого присоединился. Потом продолжим с этого уже. Типа, смотрите, я у бабы Наташи, да? Но при этом, ее нет самой дома. Ну, бывает она, может, уже на работе. Но при этом, смотрите. Какие-то две... Девушки. В зонтиках, в руках, в шляпах и в плаще каком-то таком. И они меня хотят... Я не знаю, что хотят они самой сделать. Я такой... Это... Врываюсь, естественно, да? А ну, бью в... В живот. Она такая, все, падает. Я такая... Я такой только пытаюсь вырваться. Бегом бежать. Тут меня дуга хватает за руку. Ну, да, то есть не за руку, а за плечо. Я ей даю прям со всего размаха кулаком по руке. Она такая орет. И все. Я бегу просто. Приду через забор. И бегу просто сломя бошку. На этот момент, когда я с ними дрался, было вроде как лето. Но только я вот бегу, 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 вот от них все. И тут, когда это самое, Женьку встречаю, своего брата, на тот момент во сне он мне казался, фу, знаете, вот как, ну, ну, маленьким. Лет семь, не меньше. Я влезаю с него. И тут снег. Он такой, ты куда, бежишь, типа. Я такой, извините, братан, там, это, и все. И мы такие, смотрю, автобус откуда-то взялся. Мы садимся в этот автобус. Но Женька вот это пропал. И, короче, мы где-то секунд за тридцать доехали уже до Бийска. Да, бывает, что ты можешь телепортироваться. Бывает, ну, да. Это слон. Выходим, выхожу, то есть я один выхожу из автобуса. И я на леношке. Ну, не на той леношке, а на леношке, в смысле, вот, где вот эти магазины все вот эти вот. И я смотрю, батя, зима, опять-таки, продолжается. И я такой, веду, он говорит мне, давай пошли кататься на горке. И я такой, блин, уж вы не отец, девчонки, забили, или что я не хотел бы сделать. Ладно, короче, чуваки. Продолжаем, значит, тот слон, который я вам вот только что вот перед этим рассказал. Короче, я подпекиваю через забор и начинаю, как бы, лететь. И тут бабушка спрашивает вам, Наташа, типа, где папа, такой, говорю, да он что-то там. Я не помню, что я реально, что я сказал, я забыл уже. Ну, что, я что-то ей сказал, она такая, аха-ха, хорошо, и все, я прилетел. Я прилетел, то есть я думал, что у меня букет Талисмана Джеки Чана. Я их все по очереди так удостаю. Сначала я достал вроде как Талисман Петуха, но при этом я так ускорился, что мне реально... Во сне такое очень редко бывает, что я во сне, прям, очень быстро лечу и при этом высоко. Ой, чуваки, мне приснился сон, я вам больше его не... Может, я если кто-то слышал, я вам его не буду рассказывать, потому что, ну, какой смысл вам рассказывать, то же самое. Так вот, я лечу, лечу, и все. Как бы бросаю этот Талисман и замедляюсь. Реально. И, смотри, у меня букет Талисман ПК. Я знаю, что он означает, что я могу в кого-то... И вот, смотрите, пока я летел, я уже до Биска долетел. То есть, логически, что у меня был букет Талисман Кролика. Но даже в мультике Чекичан так быстро ты далеко тоже не можешь пробежать. Или пролететь. Так вот. Дальше я беру. Талисман ПК. Я вроде хочу кого-то ударить, или просто показать свою силу, не знаю. И тут, что бы вы думали, я попадаю в Биск. Да. Значит, уже как-то помедленнее лечу. Так, с соседней скотки куда-то, знаете, когда вот где-то 30-й час может менять. Я не знаю, кручей, как свой скотки изменить. Так вот. А я как бы останавливаюсь. То есть, приземляюсь прямо на землю. Я как бы думал, что я в Биске. Но, может быть, я где-то в другом месте. Просто недостаточно сказать где-то. Просто у тебя мозг может выдать совершенно любые разные вот эти вот... Как это называется? Дорогу. Улицу может царку разную выдать. Так вот, а сейчас иду, какой-то мужик идет, да. И я смотрю. Он подходит ближе, и он вырос. Великаном стал. Я такой, ну нафиг, и все. Кручей, что-то там произошло, и все. Что потом, что-то когда-то произошло, я не помню. Я, кручей, как бы я не проснулся, потому что я себе, я проснулся, я помнил, что я видел свою комнату. Но нет, что-то там, что-то прошло, темнота, я такой смотрю, я где-то в этом самом... Где? Как бы я на улице. Опять-таки, происходит какая-то... Фойня. Во сне бывает всякая хрень происходит. И поэтому, смотрите. Типа, я на улице, я смотрю... Трамвай. Я подумал, и вот я на тот момент подумал, А что, если мне думать о каких-нибудь ютуберах, на которых я подписан? И то есть, типа, такой думать о них, думать и думать, не появится мне во сне. Так вот, у меня три или четыре раза появился уже Виктор Карасёв с канала Уютный Подвальчик, который его же автор. Я еще хотел, чтобы кластер появился, но такой и все. Кручей, я пошел, и уже это... Как это называется? Это... Ну, кто она? Эта улица превратилась уже в школу. А школа резко превратилась... Правильно, в... Больницу. Как вы могли это знать, но... Вот. И вот что получается. Я такой, перед тем, как школа превратилась в больницу, я такой думал, блин, сейчас надо бы найти бы кластеры. Ну, я вообще думал о кластере, если честно, о легкой кластере. И он такой... То есть, я вообще, я такой... Я думал, должен был изо всех света надуть, чтобы их встретить. Я хотел, кстати, в трамвай зайти, но я что-то не успел его доигнать. И такой хоп, превращается все это в другое помещение, вообще это все превращается, и все. И, я смотрю, крест медицинский два раза появляется на потолке. Ну, то есть, под потолком. Я думал, нет, если я в больнице, я должен из нее немедленно сбежать. Я помню, мне еще зомби снился, из закрытой школы сбежал. То есть, реально, двери нету. Я вообще, реально, я больше во сне доверяю именно оконам, нежели дверям. Вот. Поэтому, через двери я могу вылезать только в реальности, а во сне через окна. Так вот, значит, смотрите. Я заводил окно. Окно там. Окно такое, просторное. И поэтому я чуть-чуть почувствовал, что я маленький. Что, знаете, какой-то молоделец детсадовский. Ну, как минимум, мне лет пять. Я такой, бегу, или чуть-чуть-чуть. И как бы, я думал, что это окно, и там будут взрослые. И там будет даже чуть-чуть камера. Я смотрю, там какая-то тетика заснула. И у меня... То есть, я сам изо всех сил пытался пробежать. Но мой мозг почему-то именно показал мне, что я иду на цыпочках. То есть, он, видимо, меня еще и спасти хотел. Мозг. Отчего. Я вообще, кстати, при этом даже не пытался, даже как-то проснулся до этого момента. До следующего. Короче. Я такой, бегу. На всех парах. Но на самом деле я иду спокойно. То есть, на цепочку я такой, бегу. И все. Потом уже я выбегаю на выход. И там какая-то другая незаконная мне тетя. Женщина. Ладно, буду говорить нормально. Я же не маленький. Какая-то незаконная мне женщина. Она выходит из машины. Я такой, она мне хотела сказать, типа, садись в машину. И я такой, ну нафиг. Я хочу по-другому. Я хочу все по-другому. Я думал, что это было уже. То есть, реально думал, что я сбегал из больницы. И меня какая-то тетя, какая-то женщина спасти хотела. Я был маленьким. Но при этом, это все на самом деле. Да это даже не мама моя была. Потому что у моей мамы белая машина. А у этой и синяя какая-то была машина. И при этом я такой лечу, лечу, я взлетаю. И смотрю, она телепортировалась или быстро так доехала до меня? Скорее всего, первая. Потому что так быстро доехать, это... Она как-то развернулась, должна была. И поэтому я должен был увидеть под ней, под собой ее. Вот. Что я и не сделал. Так вот. Значит, все. Я такой как бы прижимился опять-таки на землю. Зажмурил глаза изо всех сил. Но при этом я чувствую, что у меня глаза... А знаете, я бываю, это мне опять-таки сон приснился. Гручи, что мои глаза слепились, да? Я, типа, я думал, что у меня глаз один болит. Я такой потворялся, что я слепой, я ничего не вижу. Я думал, что я уже сел и в тачку, реально. А я думал, она мне поможет, там как-то даст руку. А я не проснулся. Я еще не проснулся. Я еще, я еще, блин, не проснулся. Вы понимаете? И я такой. Опять-таки смотрю, а я на леношке. Бау, ну, вся в квартире бывшая, скажем, ну, в будущем. В общем, в будущем там жить, наверное, опять-таки. Ну, посмотрите. Смотрю, везде свет понавключен, и никого дома нет. Я проснулся у себя, ну, как бы у себя бывшая в себя комнате. Это была комната родителей, потом это комната бабушки. Ой. В общем, в комнате. Там есть комната, зал, кухня и прихожка с ванной. А я был в комнате, значит. И так вот. В комнате я был, и что я сделал? И я смотрю, опять-таки сказал, свет. Никто не выключил его. И, понимаете, я реально подумал сейчас, на тот момент, что я был во сне. То есть, наоборот, что я в реальности. То есть, что меня кто-то приволок. Но, если свет включен, то, соответственно, за окном должна быть темнота. Я всегда, когда на ножке, я всегда сбегаю из дома. И, то есть, там, гуляю, там, что-то делаю. И бывает мне чаще всего, что я просыпаюсь раньше. То есть, подъезды темнота, и всё. А бывает, что я из комнаты убегаю, типа, там, роняю. У меня в дунала, сейчас уже такого нету. Так вот, значит, смотрите, я думал, что мама меня повязала, да. Я такой, проснулся. Но, поэтому, как сон отличить от реальности, во сне ты можешь быть кнехим. Во сне у тебя лёгкость какая-то может ощутиться. То есть, ты можешь даже как-то по-паям, можешь, да, ты уходить от опасностей. Короче, ты можешь даже замедляться. Да, вот, как, кое-кто говорил, что, типа, у тебя отказывают нудить, и ты не можешь убежать. Но, убежать я могу. Так вот, смотрите, значит, чё. Я, значит... Тут резко выключается свет в зале, И, внимание, Нет, остаётся свет В прихожке. И я Абсолютно не знаю, Кто зашёл в квартиру, Возможно, я вообще подумал, что это был папа. Потому что я не знаю, Я вообще не знаю, почему. Я такой дышал, я дышал. Я не знаю, как это работало, Я только пытался открыть глаза. То есть, я не знаю, пытался, я не пытался, включая, дышал, дышал. Я пытался проснуться. И я проснулся. Я не знаю, чё мама думала на этот момент, Как пока дышал так странно. Так, вот, как-то я дышал. Реально, потому что реально мне страшно было. Почему страшно? Может, я обиделся, за что? Может, вот это мне было страшно. Ой, чуваки, давайте, на последнее, к вам, чё, Я вам всё равно скажу такой. А потом ещё добрый сон, Расскажу. Короче, Типа, были ли я где? Умятки, короче, как будто бы я был. Так вот, значит, смотрите. Какой случай был? Типа, Два грабителя зашли. Ну, гайка грабителя. Они позволялись обычными, типа, рабочими. Ну, знаете, как это бывает, там, в таких фильмах, Типа, подворяются, Там, Каким-то, Ну, что, вы не имеете право. Там, слесарь, типа, там, Чок, кто-то, ремонтник. А надеюсь, это грабитель. Так вот, значит, смотрите, это самый лоховской случай, который был. Ещё Надка мне подсирает, во сне она была, не подсирает. Смотрите, она была чаще, чем её в реальности подсирает, а во сне это был, наверное, единичный случай. Так вот, значит, смотри. Они её схватили. Я такой, отпустите её. Она ещё кидается в меня какой-то хернёй. И я смотрю, в ванной это всё произошло у них. Мама стоит по телефону и говорит, я такой. Один грабитель достал нож, И мне Прямо в горло его засунул. Я такой, маме, вроде бы, кричу, но ничего не смог крикнуть. Прямо я пытался его вытащить из своего рта. Ой, чё, не хочет херна какая-то. Я не знаю, это просто, это... Кричи, мои сны бывают настолько бредовыми, что я хочу не рассказывать никому. Ну, я для себя, просто так, для заметки. Так вот, значит, последний сон. Вот, короче, это... Расскажи, короче, там, сон, который был в пистике. И при этом, как-то странно вообще происходит. И вот, чё, типа, смотрите, опять-таки, я был в наших, я это, 5 лет, сохранил эту запись, на телефоне, вот, которого телефона, вот, там, да, не важно. Вот, смотрите, мы смотрим с надкой смешайков. Ну, понимаете, у меня во сне смешайков, у меня ещё во сне всё, что по телеку показывают, что выигрывали кереку, они все вообще другие. То есть, у меня мозг как-то их по-другому сохраняет в голове масломашины, и ключи. Мне мозг как-то их постреляют по-другому. И, то есть, смешайки у меня, он мне показывает то лес, то всякие вот эти вот... И, значит, что только не видно, это смешайки в 3D. Так вот, значит, смотрите, то лес, то город. Бывает, что просто вот это лыбится, гагодирует. Так вот, мы... Ладно, не важно, что мы там смотрели, главное, что мы смотрим, мы смотрим с мешайков, и идут, как бы, окно. И через него никто не может попасть. Второй этаж. Сокнут по... лестнице. Ну, короче, смотрите, он пацан какой-то как-то сидит, как ни в чём не бывало. Нормально. Соседский пацан какой-то, но как он мог там стоять, если там окно, и там никак не попасть туда. И потом помню, я ещё какой-то, это... ну, больношки. Что-то вот рядом с этим. Сейчас, с нынешнего, знаете, где магазин обуви у вас? Сейчас. Там, раньше, когда мне это поснилось, наверное, там, что-то было, мол, че. Просто тут, мужика, в руке, а может, в какой-то связке, я не знаю, жигуробское пиво. Я это беру-беру, отхлёбываю, и обратно ложу ему, ну, типа, даже... Вообще, у меня во сне редко кто-то на меня злится, если я что-то там делаю. Мне бывают, полицейские мне чаще злятся, из-за ничего. Так вот, да, смотрите. А потом всё. Так вот, с чем я это раскрыл? Ладно. Ладно, чё-ки, короче, закрыл, такой зон, который... сам я ни хера не снялся, я буду говорить. Короче, типа, я во сне кого-то спас, девчонку. Ключ-то трюк. Я, немножко был, Наверное. И тут, сотру к девчонке подошёл, какой-то пацан, и он такой, типа, хочет, хочешь, я тебя, типа, уведу. Он так, с такой интонацией, как будто бы он грузин какой-то. Ха-и-и, красавица, я тебя, увезу на край земли, там, типа, и всё. Она такая, да, я ничего не хочу. Она такой, слушай, заряжусь, сука, если ты у меня оху... С ножом на неё, я такой, ты чё, ахерел, что ли, я такой, начал, ты это, типа, не побудал ничего, чувак, он такой, эээ, слышь, ты, подойдёшь ко мне, я тебя тоже, сука, зарежу, я такой, ну всё, ты на этого, са, как бы, у меня во сне можно чё угодно сделать, то есть даже пистолет можно из ничего, но, бывает, у меня пистолеты не срабатывают, чё, 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 а при чём-то так, ладно. Я кое-чтоку взял, с силой мыслей у него ножик, выкинул в сторонку, чтобы никто не пострадал, даже случайно мимо проходящий человек, чтобы никто не проходил, и я такой, он такой, ух ты, и я такой, херакс, ему прям в челюсть, и он такой, уваляется, и ещё на всякий случай, чтобы он не встал, потому что бывает, у меня во сне, ты, типа, думаешь, что ты его убил прям, прям, просто, то он встаёт и пытается себя дальше. Я такой, беру, и прямо ему, расхерачиваю джереб, то есть, прям, наступаю, прям, со всего, это, со всей силы, и всё, то есть, прям, всё. Она такая, как бы, пугается, но в то же время думает, что, типа, я, если его спас, и всё нормально, и она такая, спасибо, я такой, ну, пока она такая, стой, я хочу тебя отблагодарить. Что такое опасное, то я хочу, чтобы ты меня-то... «Агааааааааааааааааааааа» Продолжение следует...